Как быстрее всего очернить любую самую светлую идею? Только неадекватной ее реализацией, когда собственные приходи становятся выше этических и юридических норм. В поселке Наклонном Черновского района Читы уже год функционирует незаконный собачий питомник. Хотя по условиям содержания его точнее будет назвать концлагерем для животных. Периодически собаки делают подкоп и вырываются на волю, терроризируя местное население. В 6 часов утра шел домой мужчина с работы. Они 40 штук, его там окружили. Он кое-как отбился, они даже на забор прыгали к ему. Если ребенок пойдет, это все, его разорвут. Мы живем на соседней улице, ребенок постоянно ходит через этот пробулок в школу и домой ходит. Раньше как бы не боялись за то, что тут собаки, ну бродячие были, но не так много. С этого года начался кошмар. Я пошла в магазин, а они бегают. Их с поля бежало, я не знаю, штук, наверное, 20, здесь штук 30. Причем это не предел, они вылазили. Еще и еще они кидаются под колеса, они кидаются на машину даже. Я работаю в школе, в школе номер 7. И вот эта проблема реальная угроза. Почему? Потому что вы видите сами по себе проулок узкий. Ни спасения нет. До этого питомника, пройдя, я всегда брала камень, потому что у нас очень много без этого бродячих собак. Теперь вот здесь работают вольно-наемные за маленькие деньги. Думаете, они заинтересованы в уходе? И вот если что-то случится, реальная угроза, никто здесь отвечать не будет за жизнь ребенка. С нами она не разговаривает. Хотели добром договориться. И кто разрешил, она никому документы не предъявила. Психологи склонны рассматривать патологическое, маниакальное стремление к собирательству домашних животных как одно из симптомов расстройства личности. Хотя, может, это и бизнес. Но факт неоспорим. Несколько десятков, а то и сотен собак всех расцветок содержатся без всяких вольеров или просто крыши над головой. Чем их кормят, неизвестно. Осматривались ли они ветеринаром тоже. И как быть с такой скучностью животных? В Краснокаменске, в ИК-10 закрыли официальный приют, потому что он не соответствовал современным нормам и требованиям. А здесь все всех устраивает, кроме сельчан, которые боятся за себя, своих детей и домашних животных. Кур по осени мне подавили. Но кур она мне возместила, а за петуха так и не отдала. Нынче они мне порвали козу. Я думаю, что с ней случилось? А потом смотрю, у нее вот тут вот раны. Хозяйка здесь какая-то Ольга. Я сколько раз вызвала. Я уже обращалась. И в Россельхознадзор, и в полицию. В этот раз в прокуратуру увезла. Это малая толика возмущений от местных жителей, которые неплохо было бы послушать главе района Василию Турсобаеву. Впрочем, он в курсе ситуации, но заранее умыл руки. Дескать, это не его дело. Ветеринарная служба только констатировала, что животные содержатся с нарушением. Мы вновь ждем трагедии, как несколько лет назад, когда в чите собаки загрызли ребенка. Не нужно обливаться слезами. Дескать, сытая собака не нападет. Да люди сами их дразнят. Это животное, которое живет в стае. Да их просто жаль. Ужасный запах чувствуется за несколько десятков метров. Громкий лай и рычание. Вот эти люди называют себя защитниками животных. Сельчане, дождавшись нашего приезда, со стервенением принялись стучать ворота, пытаясь вызвать работников нелегального приюта. Откуда столько собак? Ну это наши собаки. Ваши это чьи? Наши. Ваши личные? Ну да. Сколько собак здесь? Здесь мало. Мало. Мало это сколько? Мало. Заходите снимайте. 20, 30, 40. Чуть поболее. Чуть побольше 30? Да. Нас как зовут? У меня Виктор. А фамилия? У меня Харзин. Это откуда собаки? Вы с города их насобирали лично? И что вы с ними делаете? Ну с города все, сюда. По нашему требованию работник связался со своими работодателями. Мы честно попытались поговорить с ними, узнать на каком основании, в каких условиях и на какие средства содержатся животные. Но адекватной беседы не получилось. Началось все с представления. Женщины вытащили из машины щенка с наспех перебинтованной лапой со словами «Мы работаем ради них». Но это, похоже, не сработало. Слишком озлоблены были жители. У вас есть разрешение на вопросы приюта? Все у нас есть. Заположите документы. При каком? Будет когда? Суд тогда покажет. Успокойтесь, мадамы. Рот закройте, пожалуйста. Что значит рот закройте? Да уже надоело. Почему так? Рот закройте. Где хоть один покусанный, освидетельствованный человек? Где? Документы? Где? Как отбиться от возмущенной толпы жителей? Только нахрапом и наглостью. А где необходимо и матом. Как выяснилось, хозяйка им прекрасно владеет. Все доводы, что животные там страдают и не получают должного ухода, встречались с супераргументом. Или скорее угрозой. Мы сейчас откроем ворота и выпустим всех на волю. Пусть они местных загрызут. Или еще креативнее. Вот сгрузим животных и выгрузим возле администрации. Содержатель приюта Ольга утверждает, что все собаки имеют паспорт в Россельхознадзоре. Что бы это ни значило. Впрочем, адекватный честный человек среди них остался. Вы развели паспорт в Россельхознадзоре. Я не разводил. Да? А зачем вы здесь? Вот что вы здесь делаете? Веркоспорт разрешил. Он всем разрешил. Он всем разрешил. Давай так поговорим. Вот смотрите. Нам теперь куда деваться-то? Вот такая ситуация сложилась. Такая ситуация сложилась. Есть достаточно домов на отшибе. Есть достаточно домов, которые находятся не в зоне черте. Мы уже все обошли. Мы уже везде ходили. Вот давайте по дороге поедем. Я накажу кучу мест, где можно было устроить вот этот вот собачник, этот приют незаконный. Да их же не дают тоже. А вот здесь можно, да? Да здесь нельзя. Но нам что делать-то? Куда нам на луну улететь? Вот сложилась такая ситуация. Нам-то что теперь делать, понимаете? Не, ну простите, а им что делать теперь? Так понятно. Приехала хозяйка. Она приехала, по-видимому, с золозащитницей. И она агрессивна на людей. Вроде бы культурно разговаривает. Все. Но она настолько была агрессивна. Я достала телефон, хотела заснять, ну ее фамилию, имя, отчество, чтобы как-то не забыть. Она с такой силой ухватила и вырывала у меня телефон, что прям толпа кинулась меня защищать. Она ни разу не представила, сколько просили обзадить. Телефон, это самое, конечно, удержала я, но руку она мне поранила. Что она сказала? Ну она сказала всем вот женщинам, что ваши дети никому не нужны. Как это мило смотрится на экране или со страниц газет. Женщины ухаживают за бедными собачками, подкармливают, собирают на улицах. А на деле просто удовлетворяют собственные капризы, устроив собачий концлагерь при полном попустительстве властей. Юрий Житлухин, Евгений Погорелый, Антон Доценко, ЗАП-ТВ.